Здравствуйте, туристы и милитаристы! В рамках нашей нестареющей классики, в рамках зарубы, нож друид, небольшой, очень ловкий, производство мастерской Миза. Поехали? Что тут еще говорить? Предоставлен он, собственно говоря, производителем ножа. Сейчас мы быстренько с вами порежем ананасик, потому что потом мне будет просто лень мыть носку. А с ананасом все остальное прокатит. Это ясно-понятно, что это не тестовый продукт, не зарубный, просто, как я уже неоднократно говорил, если мне что-то необходимо в данный момент, скажем так, приготовить для того, чтобы вот я что-что, а по ананасам я на самом деле не спец, как их чистить, поэтому я помню, что нужно порезать на четвертинки, вырезать серединку твердую, вот это вот, твердое волокно, и дальше, я думаю, я справлюсь вот так руками. Здесь, именно как вот с точки зрения ножа, я могу только отметить, безусловно, что нож практически не ощущается в руке, потому что сам по себе ананас мягкий, он очень зрелый, прям реально сок капает, сейчас вот я его прям в раковину счищаю, я надеюсь, там видно хоть что-то у нас на ваших мониторах будет. Ну, а сказать, что ананасовый сок, когда попадает в порез, немного порезал палец, ну, как-то немного, нормально так. Это не очень приятно, есть, есть, конечно, ощущения более, скажем, воздушные, более приятные. Что за хрень вообще, я не понимаю, кто их придумал? У нас нужно покупать сразу готовые, чищенные. Так. Ну, моя перфекционистка, моя самая лучшая половинка, наверняка, если я что-то сейчас неправильно сделал, наверняка мне об этом скажут. И, возможно, даже не в самой вежливой форме, потому что она предлагала, что она сама почистит его. Но сказал, ты что, у меня тест, мне нужно сейчас кучу дел переделать на кухню, а ты тут со своим ананасом. Ну, вот как раз и посмотрим. Наверное, надо было вот все-таки обрезать вот эти все штучки. Я вам в следующий раз скажу, правильно я все сделал или нет. В любом случае, как по ножу, я могу сказать еще до картофеля, до первого тестового, скажем так, продукта, что... Ну, фиг знает. Если опять же брать этот нож, как вот такой вот походничек небольшой, то обувь оправдан. Если смотреть с точки зрения... Это мое личное мнение, я его сейчас никому не навязываю, с точки зрения именно классического какого-то ножа, рассчитанного на, в первую очередь, на рез, то, наверное, все-таки перья страховались в мизе и слегка перекачали обувь. Я бы, наверное, на полмиллиметра сделал потоньше. Ну, сейчас это станет совсем все ясно, потому что ну, такой вот небольшой клиночек, вот это вот сужение рукояти, которое настолько удобно сейчас у меня расположились пальцы на этом месте. Это действительно вот таким ножом я могу хоть на скорость, хоть на тоннаж в соревнованиях по чистке картофеля участвовать. То есть в этом плане, конечно, таким ножом можно запросто начистить огромный бак, я не знаю, на какое-то количество, рекордное количество литров вообще без проблем. И можно там, я не знаю, в походе реально браться за чистку картофеля на всю толпу в походе или в каких-то других условиях рука точно не устает. Очень-очень сейчас было все комфортно. сквозь клубни к звездам нож проходит быстрее, чем мне даже нужно. То есть я вообще не чувствую сопротивления материала. И это супер. Он прям проваливается в картофеле и слышите, нет такого вот легкого поскрипывания, которое свойственно иногда при чистке или нарезке картофеля. Он буквально как вот, я не знаю, сравните с это, вот если лезвием через нежилистое мясо или как в желе просто западает картошку. Это, конечно, безусловно, плюс вопросов ни одного вообще. По картофелю совершенно нет вопросов. Лучок. Поехали. Царапины на клинке, как нам уже было объяснено, нож этот не нулевый, не из коробки. Нож этот был на рыбалке. И там просто песок попал в ножны. Посмотрите, что делает, а, стервец. я думаю, что после рыбалки, ну, то есть, вот в ножнах песок поцарапал покрытие клинка. вот здесь вот именно спуски сами, здесь довольно глубокие царапины. Я думаю, что после этого его немножко, как бы, наверное, скорее всего, все-таки поправили, потому что сейчас, вот второй раз, у меня было ощущение, что продукта под режущей кромкой нет вообще, что я нарезаю воздух. Это просто какой-то вот, сейчас, если я буду вот таким вот образом, нарезать морковные кружочки, я понимаю, что при такой остроте воткнуть себе рк в палец, это не фиг делать. Поэтому я стараюсь этот процесс сознательно подтормаживать. морковь у нас плотный материал, при этом нарезка идет со свистом, то есть нет такого, как вот иногда бывает, что прям клинить нож под морковки. Ну что, приятно, работать очень приятно. паприка, 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 ох, слышите? с шипением, прям, с таким вот, змеиным каким-то. Вообще, я знаю, как добавить к каналу просмотров, надо просто после каждого теста резать себе руку и комментировать, насколько это удачно или неудачно получилось. Ну и потом в стиле кочергенов еще и зашивать себе раму, тогда тут просто будет вал просмотров, миллионы дизлайков и прочее, и прочее. Вот. То, что я говорил на некоторых ножах в этой зарубе, что не хватает чуть-чуть именно доводки, здесь просто идеально. Это то, что я называю нарезка со скоростью мысли. Меч джедая, как лазером, просто вот, ну, даже намека нет на какой-то, опять же, нож просто пропадает где-то в продукте, он просто вот рассекает, рассекает на томате. Просто супер. А вырез был? Нет, наверное, не был. Поехали. Как говорится, это вы мне всю доску поцарапаете. Ну, небольшой, универсальный ножичек, если мне не изменяет память, у Мизы всего две или три базовых стали, здесь у нас Д2, и нож собран аккуратно. Ну, и вот, честно сказать, это именно такой вот момент, когда у меня такое ощущение, что я просто работаю по кухне небольшим кухонником. Вот то, что я говорил про какой-то там перекачанный обух, вы видите, с какой скоростью я работаю. Я практически все тестовые продукты прошел, а у меня как бы, ну, чувство какой-то недосказанности, потому что хотелось бы еще чего-нибудь порезать. Ну, реально. Просто отлично. Просто суперски. Это вот прям как будто змееныш какой-то в руке сидит, который прям вот ну, заточен, нож идеально. Я понимаю, что я, скорее всего, пожалею о том, что я сейчас делаю, потому что я вообще не хотел капусту в этот раз резать тестовыми ножами, а взять просто свой фискарс, да и пошинковать по-быстрому, но действительно с обязательной программой нож справился просто на ура. И с учетом того, что он такой малюсенький, у меня сейчас к нему не будет каких-то требований по капусте. Но посмотрите, что он делает. Практически под 90 градусов из-за того, что я взял половинку вот такую вот немаленькую, практически под 90 градусов нарезает. Так, а это у них еще, наверное, большие ножи есть. Надо будет запросить какой-нибудь более кухонный нож, и также попробовать им порезать. Просто суперски. Просто отменно. длины клинка не хватает, но я думаю, что те, кто смотрит канал постоянно, вы помните, почему я капусту не беру вообще как тестовый материал, потому что капуста это не для походного ножа продукта. В ней увязают практически все ножи. Да и сама по себе нарезка действительно такой продукт для... Ну, посмотрите, как бумагу рисую. Просто вот, ну... Конечно, впечатления у меня сейчас отменные от работы этим ножом. не очень... Вот единственный хват я так избрал, у меня видите, упирается вот здесь вот значит, рукоять в безымянный палец. Единственный лично мой такой момент, это если вот я сейчас просто подумал, ну, должны быть хоть какие-то придирки, то, что вот на эту грань рукояти встает средний палец и это чувствуется, не наминает, нет, такого ничего нет, ничего нигде здесь не наминает, вот я по-другому схватил, средний палец у меня встал вот сюда, немножко поменял хват, просто надо было хоть к чему-то придраться, действительно, надо было хоть что-то, вы посмотрите, отменно, просто отменно, а на вид казался простачком таким, я думал, что особо-то каких-то там подвигов он на кухне у меня и не совершит, а вон он учел, а вот прям по кости, даже не по хрящу, да, что ж ты будешь делать, а? ну вот, опять же, если брать его, давайте обсудим, ребята, классический нож, да, заточка великолепная, легкий, легкий, в работе все замечательно, в лес, наверное, я все-таки взял бы, может быть, клиночек, ну, не знаю, на сантиметр, на два подлиннее, но с другой стороны, а зачем, ведь вот, даже капусту порезал, нормально, все справился, так, сейчас мы сделаем следующим образом, хребтину я эту оставлю, пакетики, вот, 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 я просто себе смотрел, у меня иногда бывает, что в одном блюде я внутри него делаю два отдельных, то есть, бывает так, что, например, если я варю суп, у меня основное мясо идет, скажем, просто как мясо, как именно в суп, и грудку я нарезаю крупными кусками, чтобы ее потом выловить и пустить на поддержку физкультуры и спорта отдельно, потому что, ну, так, так просто удобнее бывает, вот, поэтому я иногда так задумываюсь, куда чего, вот, аж вошел в доску, так что, застрял почти в ней, очень прикольный малыш, очень, действительно, посмотрим, что там, как будет по дереву, по каким-то, я не знаю, другим тестам, но здесь у нас чувствуется реально вот та самая бритвенность, которая даже иногда пугает, почему, потому что, если, например, человек неопытный в нарезке продуктов, то такой нож ему вообще лучше не давать, порежется, и потом еще и претензии будут. то у меня, я не помню, кто у меня, по-моему, мама один раз на меня наехала, мамуля моя, ну, давным-давно еще там до Архадыра, до Канала, до всего, спросила, нафига ты так ножи точишь? Я говорю, так ножи, это же ножи, ну, говорю, я все-таки мужчина, ну, ножи надо точить, чего я бы сейчас не сказал про свои кухоньки, потому что я их поправляю, когда уже совсем чувствую, что уже надо. Ну, так вот, она мне говорит, ну, ты же не понимаешь, что кроме тебя-то еще кто-то ножами этим пользуется, и порезы-то глубокие получаются. Ну, проблемы одного слоя населения, местного шерифа не волнует, правильно? Скажем так. Хотя про любимую мамочку так не скажешь, но, с другой стороны, я ей вежливо сказал, ну, не тупить же мне ножи, только для того, чтобы были раны чьи-то там не совсем глубокие. Поэтому, на самом деле, нож произвел на меня крайне благоприятные впечатления. Вот, действительно, такой вот легонький универсальчик, несмотря на запас прочности в обухе, просто со свистом. Опять же, вы видели все своими глазами. Реально, со свистом просто разобрался с продуктами. Браво! Отличная работа! Посмотрим, что он у нас покажет дальше на деревянных тестах. Спасибо за просмотр! Всего доброго! Друиду на хлебе, наверное, будет тяжелее всего, потому что клинышек совсем такой не длинный, то есть, скажем, продукт для него не показательный, нам приходится резать практически под большим таким углом и очень так выводить. Ну, вот я тут немножко ошибся. в принципе, плоскость он сделал нормально, но я изначально так порезал, что у меня один кусок, одна сторона тоньше другой оказался. И вот сейчас мы вырежем горбушечку. Ну, нож идет совершенно плавно, мягко, через хлеб. Вот таким вот макаром. Если вы хотите сравнивать, ребят, это уже, если для вас хлеб это принципиально действительно продукт, потому что только в зарубе я взял хлеб как, ну, именно тестовый продукт, я действительно его не ем, тем более в таких количествах. Если вы хотите сравнить работу разных ножей по хлебу, вам придется посмотреть все вот эти кухонные тесты и именно посравнивать. На самом деле, для такого короткого клиночка, вот здесь я, конечно, сам накосячил, но будем честны, не такой прямо уж и кухонный у нас получился кусок, скорее походный. Требет львы, львы, костюмный львы, костюмный львы,